В этом году «Ласточка», «Солю» и «Лазурный» в обычном режиме будут принимать детей на годы разграбления, а вот санаторно-оздоровительный лагерь «Непоседа» в текущем году планирует свою работу в качестве пункта временного размещения для беженцев с Украины. Если такое будет, то есть мы предусмотрели. Ранее «Непоседа» принимала до 120 детей в смену, сегодня мы рассчитываем 200 беженцев в своем учреждении разместить. Численность детей, оплаченных длинным лагерем на оздоровление, будет зависеть от санитарной физиологической обстановки. Но в состоянии в настоящее время мы планируем заполнить лагеря на 100%. Проектная мощность центра возглавляет 300 человек в смену, детей начнет собирать возглавные со 2 июня, планирует заработать 4 смены. Проектная мощность муниципальных загородных детских астралийцевых центров «Ласточки» 518 человек в смену, «Солю» до 140 человек. Эти центры планируют работать в 3 смены – июнь, июнь, и август. Финансовое обеспечение летней оздоровительной кампании в 2022 году, предусмотренной бюджетом «Ласточки» муниципального района, составит более 32 миллионов рублей. Данные средства, прежде всего, направлены на частичную компенсацию в стоимости путевок в загородной оздоровительной церкви – 14 миллионов 317 тысяч 400 рублей. В 2021 году была примерно такая же, сумма чуть меньше на 100 тысяч – 14 миллионов 220 тысяч. На организацию работал елизминное пребывание – 3 миллиона 648 тысяч 400 рублей. На упрепление материально-технической базы организации «Ласточки детей» и «Поздравление находящейся в муниципальной собственности» – 3 миллиона 663 тысячи рублей. Стоимость путевских загородных оздоровительных центров при продолжительности смены – 21 день в 2022 году, утверждена в размере 19 тысяч 845 рублей. В 2021 году стоимость составляла 18 тысяч 564 рублей. Удорожание университетки составило 6,9 процентов – 1281 рублей. В 2022 году за счет средств муниципального бюджета планируется направлен на оборудование в загородной оздоровительной центре «Ласточки» и «Поздравление» – не менее 1400 детей. По состоянию на сегодня уже тысячи направлений мы выдали на приобретение путевых загородных оздоровительных центров. Уполномоченным вложенным заведующим путевых является комитет образования администрации Волковского муниципального района. Установлены сроки проведения смен загородных оздоровительных центров. Вы их видите на слайде. «Ласточка» начинает работу с 10 июня, с 1 июня – с 9 июня. Для обеспечения санитарно-экономического благополучия организации «Отдых и детей» в Северном территориальном отделе управления Федеральной службы по настройству в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек в царапе в области выведены планы задания для загородных оздоровительных центров и линейных поздравительных оздоровительных пребываний по подготовке к поздравительному сезону 22 года. Мы сейчас в четвертый видом поедем планы задания, выполняемые в сфере замечания. В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, выполняемые предприятия к лидератизации и дезинсекции, в том числе по агрессивной работе. В целях сдвижения здоровья детей и работников в условиях восстановления COVID-19 в 2022 году будут реализованы следующие меры. В прохождении перед началом работы сотрудниками загородного лагеря медосмотра и в том числе остается обязательным прохождение ЦРФ теста всеми сотрудниками COVID-19. Допуск сотрудников поздравительных учреждений к работе при наличии вакцинации против коронавирусной инфекции. Генеральная упорка всех помещений с применением дезинфицирующих средств во вирусном режиме перед открытием каждой смены. Одномоментный заезд всех работников в лагере, одномоментный заезд детей всех в лагере в один день, а также одномоментный выезд, перерывы межкусненные должны быть не менее двух дней для проведения заключительной дезинфекции всех помещений на это и предусмотрение. Использование дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе во все помещения, в том числе перед входом в залогу. Использование на почек листах сотрудниками пищеблока, медицинского, технического, персонала, клиника, здравительных смен, средств индивидуальной защиты, маски и перчатки. На сегодняшний день эти мероприятия будут заглядаться и никто не отменял. Если какие-то изменения в первом режиме, то есть, когда в открытии времени компаний будут, значит, мы внесем измерения в деятельность в лагере, если вдруг заглядывается маска. Осуществление ежедневных домов и помещений с обработкой всех контактных поверхностей, столовых, ласковых приборов с применением дезинфекцирующих средств и рульцидного действия, дезинфекции воздушной среды и с использованием приборов для заражения. Рецептулятор у нас имеется в достаточном количестве. Ежедневный внутренний фильтр, термометрия среди детей и сотрудников не менее двух раз в сутки утром и вечером, с целью в своевременном появлении изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температуры. Закрепление за каждым отрядом отдельного помещения. С учетом поводных условий планируется проведение мероприятий на открытом доме. Запрет на проведение массовых мероприятий с посещением родителей будет сохранен, именно массовых мероприятий, но родительские дни наклоняются на первую очередь. На сегодняшний день, когда узнана такое разрешение уже долго, что родительские дни мы сможем вернуть, родительские смогут прийти к своему детям. Медицинское обслуживание детей и оборудованных заболеваний будет осуществлять сотрудники в Локосской районе и клинике на основании заключенных договоров, и в АССР, и в СССР имеются лицензированные медицинские кабинеты. Для перевозки детей в детский заболеванный центр будет использоваться транспортные средства, удовлетворяющие установленные медики. Перевозки детей будут осуществляться в сопровождении сотрудников управления в Государственной инспекте безопасности дорожного движения, согласно документам. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, от 14 мая 2021 года до номера 732, о выглеждении ироговании в антитеррористической защищенности объектов, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, формы безопасности и паспорта безопасности объектов стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и оздоровления, в целях обеспечения безопасных условий пребывания детей и работников в заготовых учреждениях и летнего отдыха, администрации и оздоровительных центров приняты следующими. Руководителями лагерей «Ласточка», «Сами», «Лазбом» оформленных в своевремя паспорта безопасности объектов, обеспечивающих безопасность согласных данных установлений, заключены договора на обслуживании кнопок экстренного вызова полиции, обеспечен контроль доступа на территорию организации отдыха и оздоровления детей, установлен круглосуточный прокладной пост, как штабными сторожанами, так и охраной. Охрана общественного порядка учреждений будет осуществляться круглосуточно с сотрудниками охраны предприятия детей, имеющего лицензию на данные деятельности. И плюс к этому, как я уже сказала, штабные сторожан. Не менее двух охранников будет в каждом огне. Круглосуточная охрана также обеспечивается сотрудниками подробного здорового службы полиции МВД «Волоковская». Во всех загородных центрах установлены камеры видеонаблюдения. В салюте 6 камер «Ласточка» 18 в лазурном столе. Спальные корпусы загородных центров оборудованы приборами, позволяющими передавать сигналы срабатывания автоматической пожарной сигнализации подразделения пожарной охраны, так называемые программы аппаратных пунктов экспиренции МВД «Волоковская». Также предусмотрены дополнительные профилактические меры. Усиление дежурных смен обслуживающих персонала. На время работы учреждения обеспечено дополгами, закрепленными за ними высадившими прошедшими соответствующими обучениями. Запрещены предварительные договора о эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций. Руководство Владимира Ласточенко, который договор заключен со школы Слава Красный Яр, руководство салюта – со школы МВД «Хармин» и Майяна. В оздоровительных центрах обновляются информационные стенды по правилам поведения людей в чрезвычайных ситуациях. Проводится результат шагирования из границных центров по антистеристической защищенности и поведения в экстренных ситуациях. Согласно графику, два раза в каждой смене предусмотрено проведение тренировок персонала с привлечением детей по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера и с отработкой плановой эвакуации. Рекреационные зоны, пляжи, в завтраках, в оздоровительных лагерях оснащены необходимым оборудованием. Проведены мероприятия по обследованию дна. В настоящее время в плановом режиме ведутся работы по подготовке наших загородных лагерей к началу сезона, косметический ремонт домиков, очистка территории, замена фильтров воды и другие мероприятия согласно техническим заданиям по подготовке на узбор. Все эти мероприятия назначены будут завершены до начала линия строительной компании. Организация летнего отдыха детей в одном загородном лагере также будет организована на базе летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Это на школах наших, при школах нашего блокнотного муниципального района. За счет средств муниципального бюджета первую смену таких лагеря с дневным пребыванием будут открыты на базе 23 городских школ и 11 сельских учреждений. Данный дневным отдыхом прогнозом планируем охватить 1200 детей. На 22-й год установлены размер стоимости пультетки на два ребенка, издравиться на лагере дневное пребывание детей со сроком пребывания 21 день приютные механизмы. Это 228 рублей в день, это дети до 12 лет и 190 рублей в день, это старше 12 лет. Здесь идет разница стоимости питания и преобразия до 12 лет дети со сном и с трехразовым питанием. Дети, которые взрослели, они, соответственно, с двухразовым питанием и без сна. Одной из форм занятости подростков в летний период является трудоустройство. На организацию временного трудоустройства они совершены линии граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период этого года и средств бюджета предусмотрено 4 миллиона 708 тысяч 600 рублей. В 2021 году было 3 миллиона 193 тысяч. То есть в этом году мы больше подростков сможем подустроить, не менее 650. В общем, вообще, если точно, мы планируем 666. Цифра такая не очень красивая. Ну, в общем, мы пока посчитали так, что мы планируем, сколько подростков трудоустройство, около 500 в прошлом году. То есть здесь пойдет у нас увеличение. Будут трудиться наши подростки в ремонтных бригадах и школах, также при учреждениях культуры, спорта и в качестве озеленителей комбинатиков устроенных. Для детей подростков, находящихся в летний период в городе, не планирующих отдыхать в лагерях, будет реализован план доступного мероприятия на школах площадки в вечерней занятости в июне-юле и на межшкольных площадках в августе, при влечении педагогов в школу, педагогов в Центр дополнительного образования. На площадках вечерней занятости для учащихся будут проведены спортивно-развлекательные мероприятия, интеллектуальные игры, конкурсы, различные викторины, беседы, с соблюдением рекомендаций в логово-потребнадзора о проведении мероприятия на открытом году. Ну, поскольку у нас очень модно, как является, по-либо комитетом образования, поэтому комитетом образования, взаимодействием с руководителями учреждений в логово-потребнадзора и в логово-потребнадзора принимаются все необходимые меры для обеспечения проведения нашей логово-потребнадзора и здравительной компании 22-го года на высоком картины сезона. Проблемы с кадрами. Куда можно обратиться по вопросам, по вопросам, по поскольку у нас, так сказать, временные здравительные лагеря, они у нас не круглосуточные, и такие проблемы у нас палеотически не существуют. Ну да, Павел Иванович, проблема, так и каждый год существует, мы набираем учителей, и на сегодняшний день вакансии еще есть у нас, поэтому обращаемся ко всем желающим поработать в лагерях, обращаться нужно непосредственно к руководителю лагеря или по полномочию органов имитета образования, по телефону 44-3-8-8. Принимаются ли на работу студенты наших учебных заведений и на какие должности? Ну, для студентов тоже есть работа в лагерях, вообще, чтобы быть заспитателем, нужно иметь педагогическое образование, поэтому здесь у нас работают педагоги, а вот пожарками могут поработать студенты, которые еще не имеют из-за личного образования. Вакансии есть, пожалуйста, можно обращаться. Пожалуйста, депутаты, вопросы к Ексении Владимировне есть.